Привет, Томсо, я русский, не верю в Бога, реально ли найти приличную чеченскую семью. Поэтому претензии нужно предъявлять не к HBO, не к BBC, не к новой газете. Претензии предъявляйте Кадырову. Это он обвиняет людей, что они придерживаются нетрадиционной ориентации. Я, как говорил Кадыров, я здесь хозяин, я за рулем. Также это мой блог, я блогер. Ты понимаешь, что иллюзиониста ты, по сути, сам создал. Привет, Томсо, я русский, не верю в Бога, реально ли найти приличную чеченскую семью, согласную выдать свою дочку. Так, Михаил Сироп, отвали, пожалуйста. Томсо, не отвалю. Если для тебя есть неудобные вопросы, то чем ты отличаешься от тех, кого ты критикуешь? Как ты можешь быть за справедливость, если ты строишь разговор о выгодном для тебя русле? Во-первых, темы не неудобные, а в принципе для меня неприятные, и есть темы, на которые я просто не хочу разговаривать. Но какое это имеет отношение к тем, кого я критикую? Я критикую тех, кто совершает преступления. А то, что они там говорят, говорят они на удобные или на неудобные темы, да я плевать не хотел. Лучше бы они никогда ни о чем бы не говорили, или наоборот говорили бы о чем угодно, но не совершали бы преступления и не мучили бы мой народ. Не было бы никаких проблем. Так что это что за претензия такая, чем ты отличаешься? Я могу говорить на любую тему, которую я хочу, а на которую я не хочу, я говорить не буду. И никто меня не может заставить. Я, как говорил Кадыров, я здесь хозяин, я за рулем. Также это мой блог, я блогер. Никто, я не подчиняюсь никаким правилам журналистской этики или прочим вещам. У меня нет, я блогер. Я хочу о чем-то говорить, я об этом говорю. Не хочу, не говорю. И никто не может меня спросить, ты почему не говоришь. Да потому что я так не хочу. Я художник, я так вижу. Что тут непонятного? Ты знаешь Мусул Ломаева? Да, знаю. Он тут в интервью десантнику мерзкие вещи говорил, что типа русским скоро из-за Путина будут в Европе по лицу бить за русскую речь. Везде говорил русский, а не российские солдаты и так далее. Неприятное впечатление он вообще оставил. Посмотрел бы я, как он мне за речь по лицу даст. Но я не видел этого интервью, о котором ты говоришь. Могу сказать по поводу высказываний русские, а не российские солдаты. Но это чаще всего просто синонимы. Когда мы говорим русский, употребляем этот антоним. Здесь имеется в виду не... Антоним, говорю. Этноним. Здесь имеется в виду необычные русские люди. Подразумевается, разумеется, российские солдаты. Это вы можете часто услышать в речах и Дудаева, и Масхадова, и других. Не всегда. Я даже иногда так же это использую. Говоря, например, когда говорят война с русскими. Не имеется в виду каждый русский человек. Нет, имеется в виду, что с российской армией была война. Но их называют русскими. И это не... Чеченцы этим не выделились в этом мире. Потому что в целом в мире так называют. Американцы называют... Не говорят российские солдаты. Говорят русские. Но подразумевают именно, конечно же, военных. Когда идет речь о военных действиях, я имею в виду. То есть все зависит от контекста. Это нужно понимать от контекста. Нельзя выдернуть из контекста слова и сказать, что вот какие-то националистические убеждения. Там не любят всех русских. Нет, если он говорит в целом о военных действиях. И употребляет этот термин, говоря русские. Разумеется, он имеет в виду российских военных. Если же речь идет о каких-то националистических темах. И в этом вопросе говорится русский. То тут понятно, что речь идет уже в целом о народности. Поэтому здесь нужно смотреть на контекст. Я, как сказал, я сам не видел это интервью, чтобы сейчас давать какие-то оценки. Но Мусу Ламаева я лично знаю. И я за ним не замечал каких-то поползновений в сторону национализма. Наоборот, этот человек очень лестно отзывается о Анне Политковской, например. О той же Милашиной. Он говорит, это же русские люди. Если бы он был националистом и ненавидел бы русских людей, он бы подобные вещи не говорил. Поэтому я думаю, что здесь ты просто из контекста выдернул слова и в чем-то его неправильно понял. А что касается бить там по морде и так далее, здесь я не берусь это комментировать. Если бы я сам видел то, что говорил Муса, я бы сейчас как-то что-то об этом бы сказал. Но так я не могу. Не знаю. Чеченец HBO собирается на днях показать фильм о преследованиях нетрадиционных в Чечне. Их поддерживает новая газета BBC Милашина «Комитет против пыток». Даже как ты относишься к этому фильму, который пытается опорочить честь чеченцев, будешь протестовать. Я сначала посмотрю, наверное, что это за фильм, а потом уже будем думать, что с этим делать. Я не думаю, что этот фильм будет как-то опорочить честь чеченцев. Скорее, честь чеченцев опорочил Кадыров, который поднял эту тему и вонь разошлась по всему миру. Это чеченец преследует... Фу-то, чеченец говорит. Это Кадыров преследует чеченцев, обвиняя их в том, что они какие-то пресловутые ваххабиты-шайтаны, обвиняя их в том, что они придерживаются каких-то нетрадиционных ориентаций, обвиняя их в том, что они совершают террористические акты, что они воюют в Сирии и прочие, фабрикуя на них уголовные дела или просто какие-то абсурдные обвинения. Это Кадыров преследует чеченцев. Это российская власть преследует чеченцев. Кадыров является российской властью. Поэтому претензии нужно предъявлять ни к HBO, ни к BBC, ни к новой газете. Претензии предъявляйте Кадырову. Это он сфабриковал уголовные дела на людей, что они якобы в Сирии, хотя они никогда там и не были. Это он обвиняет, что люди ваххабиты и шайтаны, хотя они вообще никак не причастны ни к каким пресловутым ваххабитам, ни к каким шайтанам. Это он обвиняет людей, что они придерживаются нетрадиционной ориентации, хотя они абсолютно к этому могут быть и не причастны. Поэтому к нему, пожалуйста, эти претензии. У нас до сих пор, до появления Кадырова, никогда не было проблем с этой темой. Никогда. Напомните хоть раз в истории, чтобы у нас подобное что-то происходило. Как только у нас появился российский наместник, у нас появилась и эта тема. Кадыров может и плохой, но то, что он сделал для чеченцев, никто и никогда не делал для своих народов в России. И теперь чеченцев уважают, Чечня цветет, войны нет, по стране поднялись, везде ваши респект, ему и уважуха. Когда вот кто-то так говорит, что сделал Кадыров, ничего не сделал. Я не знаю, у вас в голове что? У вас в голове, наверное, какие-то несколько высоток, в Грозном, да, там дороги, фонтаны, парки. А вот у меня, у большинства чеченцев в голове ассоциации, знаете, сразу с унижениями, с пытками, с убийствами. И с тем, чего действительно никогда у нас в Чечне никто не делал, это прилюдное унижение на телевидении, заставление извиняться. Это вот привозить тело сына, бросать его перед отцом, давай там быстро закопай этого своего шайтана. Вот эти вот вещи, которые действительно никогда у нас не были в нашем обществе, вот у нас сразу они в голове всплывают, понимаете. Мы по-разному с вами мыслим, вы имеете в виду, что мы все это как бы переживаем, в этом всем живем, и нас не радуют эти высотки, эти дороги, парки, скверы и фонтанчики, и мечети, да, построенные. Знаете, это, да, это, конечно, хорошо в целом, но когда у тебя убивают твоего сына, привозят его мертвым, когда пытают тебя, когда заставляют унижаться, извиняться, вы знаете, нас это не радует. Абу Омар, ас-саламу алейкум, брат, как отнесся к повышению иллюзиониста, как думаешь, он сейчас перестанет тебя перечить или же наоборот увеличит интерес удачи? Абу алейкум ас-салам. Ну, как я к этому отнесся, с иронией, конечно же, меня это улыбнуло, в принципе, это было ожидаемо. Ну, парень бывает, пацан поднялся просто на мне, и нормально, в принципе, пускай. Что он будет делать дальше, я не знаю, поживем, увидим. Я не люблю давать прогнозы, будем по факту как бы смотреть. Томсо Чингиз пошел на повышение за твой счет, предлагаю ему расплатиться перед тобой за долги. Ему, если, если, ну, короче, какой-то номер он написал. Но ты понимаешь, что иллюзиониста ты, по сути, сам создал. Пока ты его в своих видео стебать не начал, он тебя не трогал, работал на ТВ, снимал свои документалки, спокойно его никто и не знал особо. Так что в медийном плане иллюзионист твой сын. Субтитры сделал DimaTorzok